Все больше красноярцев из частных домов начинают пользоваться новым бездымным топливом. Чистые брикеты они получили бесплатно в рамках экологического эксперимента. Продукты горения от них не загрязняют воздух и абсолютно безопасны для горожан. В эффективности топлива экспериментальным путем убедился Денис Денисов. В одну печь новое бездымное топливо, в другую обычный древесный уголь. Угольщики наглядно демонстрируют, что их изобретение способно выполнить поставленные экспериментом задачи. Избавить частный сектор от низовых загрязнений. Самых опасных, поскольку они стелятся на уровне человеческого роста. И эффект очевиден без лишних комментариев. Вот так горит уголь. То есть это выбрасывается из трубы. Из дымовой. Вот, пожалуйста, брикеты. И это лишь одно из преимуществ брикетов. Они еще и горят дольше и не пахнут при сжигании. И уголь, и брикеты разжигаются одинаково. Несмотря на высокую калорийность брикетов, колосники в пищах не перегреваются. Да и в целом отапливать жилища с их помощью эффективнее. Многие новые пользователи бездымного топлива обратили внимание, что оно горит недостаточно эффектно. И им кажется, что от этого греет хуже. Но мы сейчас экспериментально подтвердили, что это не так. На двух идентичных печах разожгли древесный уголь и брикеты. И по термометрам видим, что последние успели набрать тепло за в два раза меньшее время. Здесь психологический эффект. То есть, если в котле или в печи нет вот этого светящегося большого пламени, то кажется, что горит плохо. Вот. А его и не должно быть на бездымном топливе. Потому что температура дымовых газов на брикетах, она ничуть ниже, чем на угле. Чтобы красноярцам было проще разобраться, как разжечь брикеты, отрегулировать температуру, чтобы в доме как можно дольше сохранялось тепло, на этих выходных во все дома, получившие бездымное топливо, раздадут памятки по его эффективному применению. Пока жители говорят, для них это тоже своего рода эксперимент. И нужно время, чтобы приноровиться. Вполне 300 килограмм хватит на эксперименты. Я думаю, что должно. Получится неплохо. А в чем какие сложности возникают? Ну, пока сложности отрегулировать температуру. Скажем, чтобы была температура постоянная. Ну, методом эксперимента я добьюсь этого. Так, в принципе, все хорошо устраивает. Главная же задача эксперимента по раздаче бездымного топлива – это понять, насколько инновационное топливо поможет в оздоровлении экологии Красноярска. И разработчики топлива, как и экологи, ждут от жителей обратной связи, которая поможет сделать это топливо еще качественнее и удобнее для потребителей. А город чище.